Моя жизнь всегда вращалась вокруг наркотиков и криминала. Я хотел прекратить это и начать работать. Я побывал примерно в 30-40 мирских реабилитационных центрах мира, и ничто мне не помогло. Я никак не мог избавиться от наркотиков, и я видел, что моя ситуация постоянно ухудшается. Мы были полностью светской семьей. И единственное, что я знал, это то, что у нас есть Ханука, а у них есть Рождество. В 13 лет я начал работать в Доме отдыха в Нагарии, Израиль, принадлежавшем ООН. Там было много полупустых пивных бутылок, которые возвращали на кухню, и, будучи ребенком, я пил из них. Там немного, тут немного, пока я не начал получать удовольствие от пива. Меня выгнали из моего дома в очень раннем возрасте. Мне было всего 14,5 лет. В тот день у меня была серьезная драка с моим папой. Он разбил бутылку и порезал меня. Я ударил его кулаком, он разорвал мою рубашку, я разорвал его рубашку. Когда мой папа сказал, «Сегодня ты покидаешь этот дом», я сложил все на скутер моего друга и уехал жить где-то на траве в каком-то районе Нагарии. Мой первый опыт с героином был в Амстердаме. И поскольку в Амстердаме было так много наркозависимых, и я видел их полумертвыми на улицах, мне стало любопытно узнать, что же такого чудесного в этих наркотиках, что они готовы умереть ради них. Я помню, как первый раз употребил. Меня тошнило, как собаку, и меня рвало всю ночь. Но ощущение, которое я получил от героина, было подобно резиновой перчатке, которая идеально подходит твоей руке. И внезапно я понял, это тот наркотик, который я хочу. Все остальные ерунда. Вот что мне надо. Я жил на улицах Тель-Авива в течение 7 лет. 7 лет — это долгое время. Долгое время для того, чтобы жить в одиночестве, на улице, спать с крысами. Это даже сложно описать нормальному человеку, что такое жить на сгоревших свалках, где по тебе бегают крысы, и крысы спят в той же сумке, где ты хранишь свою еду, и в том же месте, где ты готовишь еду и вводишь наркотики себе в вену. Каждый день на улице я в среднем употреблял 3-4 упаковки героина внутри вены. Поскольку я кололся в течение почти 17 лет, у меня закончились вены, потому я колол в шею и в пах довольно большой иглой. Ежедневно нам надо было 300-400 долларов. Это звучит безумием, но нам удавалось доставать их на улице. Я думал, оу, Бог такой добрый. Я говорил, какая у меня зарплата, просто попрошайничая на улицах. Это звучит нелогично, но люди дают много денег. А ночью мы собирали бутылки и так зарабатывали деньги. У меня 8 раз была передозировка, когда я жил на улице. В прошлом я прошел через 30-40 реабилитационных центров, в которых не было Бога или Иешуа. В таких репцентрах обычно на второй день я знал, что как только выйду отсюда, снова начну употреблять. Руководитель реабилитационных центров садил нас и говорил, ребята, эффективность нашего реабилитационных центров 2-5%. Вы хотите быть в этих 2-5%. Когда я слышал это, вся моя мотивация улетучивалась в окно. Это значит, что на второй день я уже знал, что забудьте, я буду снова употреблять. После 9 месяцев в репцентре я начал снова употреблять. Всего через 5 минут в Тель-Авиве. Были те, которые приходили и говорили, «Ешуа любит тебя». Были американцы, англичане, которые приходили ночью и давали мне стакан чаю или горячего супа или одеяло, потому что я замерзал от холода зимой. И рассказывали мне об Ешуа. Постепенно я начал понимать, что Ешуа — это тот Ешу, книгу которого нам всегда запрещали читать. Мне понадобилось для этого много времени. Короче говоря, я прибыл в Дом Победы, очень скептически настроенным, в большом замешательстве и сильной болью во всем теле. Вся программа — это Ешуа. Вот такая программа. Ты приходишь утром, мы читаем из Слова Божьего каждое утро, может, в течение часа или немного больше. После этого утренний урок длительностью примерно 45 минут. Я видел там людей, которых я знал с улицы, которые изменились, но изменились так, что я знал, что у них есть то, чего хочу я, потому что я помню, какими они были раньше. Я читал каждое утро, но я фактически ничего не понимал в течение двух месяцев программы, пока однажды в мое сознание не врезался стихи Иоанна 15-16, где написано, «Не вы избрали меня, но я избрал вас». Это очень подходило ко мне, потому что я не искал Бога. Этот стих звучал в моей голове весь день. Это, по сути, был первый стих, который я помнил в течение всего дня. Вечером я пришел в свою комнату и, став на колени, сказал, «Боже, если Ты мой Бог и Ты послал Своего Сына Иешуа для меня, Ты должен изменить меня, потому что я не могу». Я произнес это даже с некоторой злостью, потому что я уже хотел покинуть Дом Победы и идти делать что-то самостоятельно. Но в тот момент я понял, что если Бог избрал меня, то Он будет должен меня изменить, и я просто не могу это сделать сам. Я был на грани того, чтобы покинуть это место. Я не знаю, было ли это то время, но именно когда я отдал это Богу, я получил рождение свыше. С того времени я употреблял наркотики только один раз после того, как покинул Дом Победы. И через пять минут я позвонил им и сказал, «Мне нужно вернуться». Я остался в Доме Победы еще один месяц и с тех пор больше не употреблял. Моя жизнь не стала проще, но она стала намного интереснее. Суть не только в том, чтобы быть чистым от наркотиков, но в том, чтобы быть свободным. Я больше не подчиняюсь наркотикам, у меня нет желания их употреблять. Это полное освобождение. Суть не только в том, чтобы быть чистым. Я чист уже в течение многих лет. Суть в том, чтобы быть свободным от наркотиков. Для меня ясно, что только Иешуа, который протянул свою руку и вытянул меня из ямы наркотиков, он реабилитировал меня от наркотиков. Он тот, кто освободил меня от плена, в котором я был всю свою жизнь.